Дим, вот кто у тебя ассоциируется с именем Фабио? Фабио Коновара, Фабио Гросса, Фабио Коентрау, ну и, конечно, Дон Фабио Капелло, не к ночи будь помянут. Я не очень понимаю, кто эти люди, но так как ты хорошо владеешь спортивными именами. Спорт? Да. А что-нибудь кроме спорта? Ну, если касательно музыки, то я знаю только одного Фабио, это наш сегодняшний гость, Фабио Мастранджело. Человек, которого называют самым знаменитым итальянцем в современной российской музыке. Так говорят. Да? Не я придумал. Музыканты, дирижеры, пианисты. Мы очень рады вас видеть, и Дима сказал, что он первый вопрос задает. Фабио, вот есть такое выражение «история любви». Ну, наверное, действительно, у каждой любви есть своя история, которая при этом абсолютно не объясняет происхождение этого чувства. Как оно появляется, где оно живет, почему оно умирает. Вот у вашей любви к России тоже есть своя история. Вы из самого русского города Италии, из Бари, где покоится мощь Николая Чудотворца. В пять лет у вас в репертуаре был уже Кабалевский и Прокофьев, в девять вам открылась Кириллица, ну и далее, 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 российское гражданство, российский паспорт. Ну, по сути, ведь это набор фактов и попытка такого рационального объяснения. А вот когда, собственно... Ну, хотя это произошло как-то ретроактивно, скажем так. А вот когда, собственно говоря, вы сердцем почувствовали, что не то, что не хотите, а не можете расстаться с Россией. Если честно, вообще сразу за первого раза. То есть, когда я побывал в Санкт-Петербурге, город, где я сказал, я пытаюсь жить, я сразу понял, что что-то меня очень сильно притягает туда. И, в принципе, честно, не боюсь сказать, что я принял решение тогда еще, в 99-м году, что я как-нибудь буду здесь жить. То есть, как-нибудь, потому что вы понимаете, что тогда совсем нелегко, ну, до сих пор нелегко получить все нужные документы, чтобы легально жить в России. Тогда было очень сложно, конечно, очень, ну, 90-е годы, конец 90-е годы, сильно в каичках обманули меня, конечно, потому что это, возможно... Пошутили, возможно, пошутили. Нет, имеется в виду, что самое теплое лето в не знаю сколько лет. Это пошутили. Такой климат, да. Что-то в России, хорошо, холодно, неправда, вообще 28-30 градусов, в общем, шикарно. И вот я влюбился, буквально, ну, можно сказать, 5 минут прошли, пока я начал гулять по Санкт-Петербургу. Настолько просто опечатлил город, архитектура, центр Санкт-Петербурга, что я думаю, ну, ладно, я же сразу гуляю. Я не ожидал, не смог никак не ожидать, что ощущение, как будто я уже там был. И при том, что я абсолютно не тот человек, который верит в жизни, как были, какие-то жизни. Об этом мы еще поговорим, кстати. Но, 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 но хочу сказать, что если вдруг есть другая жизнь или другие жизни, видимо, я когда-то жил в России, потому что... Пабио, вы кавалер ордена «Звезда Италии», который дарован вам за выдающиеся заслуги в распространении итальянской культуры в мире. А в одном из ваших интервью вы обмолвились, что когда-то в самом-самом раннем детстве ваш дед называл вас именно кавалер. Кавалер, да. Вот вас тогда это обращение не удивляло, как вы его воспринимали, как вы его понимали? Ну, это еще папа тоже так же меня звал всю жизнь, кавалер и кавалер. Ну, я, конечно, принимали это шуточно, видимо, так шуточно не смогло бы быть. Да, как говорят в России, в каждой шутке есть доли шуток. Вот, хочу просто прокомментировать, что когда моя дочка София, Софи, ей сейчас почти 25, первые слова, когда услышали, что меня дадут орден, говорят, ой, папа, видимо, дед был прав, ты станешь кавалером. А вот смотри, в продолжении рационального. Галин, ты знаешь историю, не, не, не историю, предысторию знакомства Фабио и его супруги Оксаны? Нет. Однажды в святочный вечер Оксана гадала... Олеся, Олеся. Олеся, да, Олеся гадала. Я уже тоже думала, сколько же у него супруг, я читала. Олеся гадала и произнесла известный текст, положила расческу под подушку, и Фабио ей приснился за год до знакомства. У меня же наши девушки сказки рассказывают. Да, да, да. Так она говорит. Вы фаталист, ну, по крайней мере, в том, что касается русских женщин. Мне кажется, что русский народ вообще очень такой фаталистический. Ух ты. Мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, но я не знаю в мире другие люди, которые воспринимали бы так, в кавичках, спокойно все, что произошло в России. Это просто, ну, если смотреть, какие-то страшные вещи, да, эмоции есть и чувства есть, но они умеют себя проконтролировать. Правда, если сейчас в Москве водишь машину, не очень веришь, что в России умеют проконтролировать чувства. Это итальянцы, это не наши. Это не наши. Ну, ладно, в Москве тоже многие нерусские водители, так что это... Вот, а я фаталист, ну, наверное, частично да. Объясняю, почему частично. Фаталист, наверное, это человек, который думает, что уже все написано, уже все решено, и ты только выполняешь тот путь, который для тебя предначертан. А я веру в это до какой-то степени. Мне кажется, что человек все равно не говорит, ой, тебе повезло, ты стал таким знаменитым дирижером, все знают тебя в России, не может по улице гулять, что люди тебя останавливают. Это реально, даже в нижнем ногу. Они не понимают, что есть... Не повезет так просто. Ты должен быть готов к этому. Но ты должен знать, что тот факт, что ты подготовлен к этому, это не страховка. Это не значит, что будет когда-то случиться. Это шанс. Это значит, что если вдруг у тебя появится шанс, ты можешь использовать этот шанс. А если нет, ты должен быть фаталистом и понять, что я был готов, но не получилось. Поэтому я всегда говорю, что талант один, это необходимость, конечно, особенно к музыкальной карьерой. Без таланта, это вообще просто даже думать об этом нельзя. Допустить нельзя. Но талант один, это опять, это не стопроцентная гарантия, что у тебя будет карьера. Карьера зависит от всего, что угодно. Где ты находишься, с кем ты говоришь, общаешься. Очень такие, иногда совсем не музыкальные, нет связи с музыкой иногда. Это тоже подготовка. То есть личность сформируется тоже из этого. А особенно, я думаю, для дирижеров это очень важно. Дирижерская работа, это, да, конечно, это музыкальная работа. Ты работаешь с людьми. Дирижер должен постоянно общаться с людьми. Иначе это не дирижер. То есть мне не нравится, когда есть барьера между дирижером и оркестром или публикой. Не дай бог. Все должно быть связано. И тогда, тогда да. Фабия, ну ведь бывает же, вот для музыканта, когда прям вот непереносимо не соответствует вашему представлению о месте и роли в оркестре вот этот музыкант или этот исполнитель. Вот что вы делаете? Вот какой силой вы пользуетесь в этот момент? Потому что вот он есть, оркестр. Делай. В жизни, конечно, бывают разные моменты, опыт. Недавно я впервые гастролировал известным, довольным оркестром в России. Уважаемая филармония, большой город, даже юбилей этой филармонии и так далее. Первый день, конечно, я начал дирижировать репетицию. И я был в шоке, что как-то уровень абсолютно не соответствовал то, что я ожидал. То есть ниже. Намного ниже, чем я. Понятно. Это было бы хорошо, если наоборот. Я в шоке. Ну, не могу сказать, что это был первый случай. Такие случаи были немного. Мне кажется, что вот как человек реагирует, вот это сделает либо успех, либо провал. Потому что, если, допустим, я был таким человеком, я бы, наверное, заболел в кавичках. И оттуда как-то потихонечку ушел бы. А я почувствовал, что да нет, надо довести дело до конца. И я, ну, как говорят, да, рукава. У вас очень много русского. Поработаем. Может быть, футбольную сборную нашу возьмете? С этим-то энтузиазмом. Ну, мне кажется, что я чуть-чуть-чуть побег. По крайней мере, я по-русски могу ругать. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы на бровке зажигаете. Вы ведь на сцене очень зажигательные, очень экспрессивные. Не случайно ваш, скажем так, стиль работы с оркестром многие называют дирижерским танцем. Ну, не знаю почему, но могу представить. Вот мне интересно, вы в этом танце мыслями куда улетаете? И вот находясь в таком творческом экстазе, вы себя насколько способны контролировать? Вы знаете, когда человек может себя вести очень свободно на сцене, это знак, что ты владеешь полностью профессией. Это не знак того, что ты легкий или легкомысленный. Ты просто уверен в себе. Да, потому что это гораздо сложнее, чем просто дирижер. Согласен. Нет, ну, кстати, это вот в профессии, вот эта вот свобода, в любой профессии, не обязательно на сцене, она считывается. Вот это же очень внутреннее состояние, правда? Абсолютно, это внутреннее состояние, и, может быть, это зависит от того, что я очень, когда был маленький, любил балет, но папа абсолютно запретил. Говорит, нет. Мой сын не будет. У нас мужчины балет не занимаются. Я позже понял, почему. Я думаю, что я понял, о чем папа. Я думаю, он тоже понял, о чем. Вот, но тем не менее, я очень любил, это для меня, Нуреев, вообще, господ Бог. И вообще, я пришел к мнению, что музыка, это почти вся музыка, это танк. Движение, движение. То есть, если даже начинать смотреть то, что Бах писал, да, все его оркестровые сюиты, они сплошные танцы. Просто так и называются, да, с разных танцами. Минуэт, Жиг, Буре, пожалуйста. И, в принципе, когда публика почувствует это, да, связи музыка и танец, это и есть победа. Когда внутри хочется просто это трудно себя сдержать, хочется, да, по музыке двигаться, видимо, это состоялся победа. Скажите, музыка классическая, вот у вас с какими современными, может быть, картинами, фильмами, как-то вот ассоциируются? Сейчас же делают какие-то концерты, вот, включая много. Да, я, конечно, это все возможно. Для меня это чуть-чуть иногда лишнее. Почему? Потому что музыка, в принципе, сама способна без каких-то добавлений давать этой эмоции, спровоцировать какие-то реакции, да, у человека. Но люди бывают разные, да. И мир уже изменился настолько, что, конечно, внимание людей, оно как-то не совсем то внимание, которое смогло бы быть 100 лет назад, 150-200 лет назад. И это мы тоже понимаем, как люди выдерживают длительности концерта, музыки и так далее. Так что, если это поможет, пожалуйста, да. Ну да, и свет. У меня недавно в Москве были Кармина Бурана, Орф, с картинами. С прекрасными картинами, очень классические картины. Ну, вдруг огонь, там тоже люди испугались, думали, что на самом деле в Светлановском зале в Международном доме музыки в Москве. Вот такие эксперименты, мне кажется, что успешны. Почему? Потому что это почти театрализация произошла такого произведения. Есть такие дирижеры, которые на репетиции используют. Они пытаются объяснить через слово, здесь, что-то типа такого. Я отношусь к этому скептически. Вот, как минимум. Почему? Объясняем, почему. Потому что мне кажется, что если у человека есть такие картины внутри, он или она, они найдут их во время. А если нет, ты можешь днями объяснить, они никогда их не видят и не найдут. Так что мне кажется, что это в любом случае потеря времени. Да, может быть, просто какие-то маленькие зерночки. Когда увидишь, что уже идет процесс, тогда добавляешь. Это вот очень свободный человек, как вот сейчас говорят. Потому что я всегда с учителями, когда разговариваю, говорю, что если вы свободны от своих знаний, то как это ни парадоксально, они просто от вас, как, знаете, примерно инфекция передают. Да, да, да. Но если вы только боитесь за них. Все закрывается. Если вы переживаете, что вы как-то их не так передаете, или как-то их не так вот воспримут, то все. Но все-таки, вот как вам кажется, это врожденное чувство свободы, приобретенное, как оно вот возникает вот у вас, например? Мне кажется, что это частично и то, и другое. То есть, так же, как музыкальный талант, это, конечно, не значит, что у человека есть уже техника, допустим, как пианист. Есть многие возможности, значит, если есть талант, может быть, есть даже физический талант, да, склонность к этому. Но если ты не занимаешься, руки сами по себе не учат быстрее играть, или точнее, и для меня это то же самое. Потому что если у человека это есть внутри, ты можешь постепенно вытащить это, да? А если нет, ты можешь освободить, сколько хочешь, ничего не получится. Белый шум получится. А момента какого-то, не помните, яркого, может быть, какой-то был концерт, или какое-то общение, которое вам сказало, вот оно, вот все могу. Я последние несколько лет услышал себя про комментарии, про каждый концерт, почти, что я дирижировал, или оперы. Ой, это вообще, такого у меня еще не было. И постоянно идет такое же, это еще не было, а это еще не было, а это еще не было. Значит, ну и хорошо, что так, да. Мы как-то постоянно стремимся к вершину. Не дай бог, чтобы мы достигли. Да, потому что это конец. Помнишь, как Денис Давыдов, да? Умри, Денис, лучше не напишешь. Вот какой вопрос. Когда вы с Олесей на сцене во время совместных концертов, ну, распределение ролей, оно, в общем, понятно. Она, конечно, солистка, но вы, конечно, дирижер, да? А что касается семейной жизни, вы там дирижируете, или вы там пляшете под ее флейту? Интересно. Ну, во-первых, к сожалению, я должен сказать, что я очень мало бываю дома. Ну, это, с одной стороны, конечно, это знак... Никуда не денешься. ...победы в жизни, в карьеры. Удалась та карьера, которой я жила. Да, востребованность. Востребованность. И никак не надо сопротивляться, потому что это, конечно, то, что человек искал, к чему стремился и так далее. Но есть, конечно, жертва. Жертва, точно, это семья. Мой сын, Стефан, я вижу очень-очень мало. Он часто, как-то, говорит, папа, ну, что у тебя за работа? Ну, ты так мало бываешь. Это, к сожалению, правда. Раньше я бывал больше дома. Роли были довольно такие, ровные, могу сказать. Я, ни она, ни я, ни никто постоянно не лидировал или не дирижировал. Очень часто либо она дирижировала, и я солировал, либо наоборот. Так что довольно как-то сбалансированная жизнь. Меня поразило, что сегодня вы приехали на запись на весьма скромный Chevrolet Lachetti. А, бедный Фабий, у вас даже что, бытового райдера, что ли, нет? Нет, я не такой требовательный человек. Хотя я себе, наконец-то, два года назад позволил купить себе мечты своей жизни. Какой? Ягуар XF, который я очень желаю. Это быстрая машинка? Очень быстрая. Но это же Ягуар. Хотя в Италии прекрасно делают и быстрые, в том числе, машины. Альфа-Ромео, Ланша, если не говорить о Ламборгини, Феррари. А мы поговорим. Кстати, здесь помогите меня просто разрушить российский миф. Это не Ламборджини, а Ламборгини. Правильно. Еще раз, Ламборгини. Ламборгини, все слышали? Все, кто мечтает о Ламборджини, вообще не понимают, о чем они мечтают. Это не машина. Ламборджини это что-то другое. Это не машина. Это может кофемашина. Или что-то. И вестеральная машина. Но не авто. Понятно. Я давно сделал для себя вывод. Я считаю, что лично очень много от России я получил. И так как для меня Россия это Россия, это не только Москва и Санкт-Петербург. Я себе сказал, что ты должен стремиться и стараться дать обратно того, что ты получил от этой страны. То есть, помимо Нижнего Новгорода, где существуют большие музыкальные традиции, здесь всегда все самые важные музыканты России. Не случайно филармония называется имени Ростроповича и так далее. Но бывают филармонии по России, которые намного скромные. Да. И поэтому я никогда не наставил на то, что были у меня те же гонорары, как в Москве или как в Санкт-Петербурге. Или те условия. Хотя я вижу всегда, что люди очень стараются, чтобы у меня было хорошо, чтобы мне было удобно. И я это очень ценю, конечно. Но со своей стороны я никогда не требую. Потому что знаю, что просто нет возможности. И мне кажется, что это нельзя просто показать себе. Если не так, меня не интересно, я не буду. Мы все люди. Должны друг друга оценить, помогать и делать все, что возможно, чтобы все было хорошо. По возможности ходить. Как сегодня себя чувствует Стефан Фабьевич? Уже ли предопределено ему быть музыкантом? Или может быть вы рассчитываете, что он возьмет Скудетто с Барри или Лигу чемпионов с Зенитом? Вот как отец могу очень гордиться то, что Стефан делает. Потому что он реально просто во всем талантливый. Это, видимо, чтобы поддерживать русская поговорка. Талантливый человек во всем талантливый. Он играет в хоккей, в футбол, уже больше полгода занимается на рояле. Недавно исполнял свой первый концерт. 17 произведений наизусть, без ошибки. Удивительно. Ему сейчас сколько? 6 лет. И для меня самое удивительное... Кавалер? Да, уже маленький кавалер. Когда он из 17 произведений, примерно 5 или 6 играл вместе с педагогом. И одно произведение, они даже поменялись. То есть он сначала играл верхнюю часть. И потом сразу же... Да, 4 руки, и он перешел туда, и наизусть сыграл... Другую часть. Другую, то есть басы. Это для меня удивительно. Ну вот талант... Только так и называешь, да? Такие явления, это талант. Сегодня особенно, он чувствует себя очень хорошо, потому что бабушка ему спекла блины, которые он очень любит. Русская бабушка, что-то особенное. Молодая бабушка, ей еще 60 лет нет. Насколько я знаю, это русская бабушка. Она же ваша теща, и еще помогла вам и освоить русский язык? Да, но и ее мама больше. А, ну так вот. Больше, чем Люда. Зинаида, вот видите, какое имя. Типично, да? Для меня Зинаида, это просто знак. Это ух. Это ух. Такие Зинаиды обычно такие. Это крепко. Зинаиды, Валентины, они такие просто... Это да. Хардкор. Рок-н-ролл. И бывает. Вот бабушка Зина, хотя она когда-то говорила на немецком языке, потому что она была пленницей в Германии, ее депортировали. Она три раза сбежала, третий раз ее держали там и даже депортировали. Ну, когда уже я появился, она забыла почти весь немецкий язык, который она владела. И, естественно, она со мной разговаривала только на русском языке. А я в это время только-только начал жить в России и мало говорил по-русски. Ну, я понял, что вот придется побыстрее себе дать себе темп, темп-ритм хороший. Иначе Зинаида. И учить. Иначе вообще мальчай. И для меня мальчать это невозможно. Я такой общительный человек. Это мучение. Потрясающе. А вот ваша работа, как вы ее называете, а глаза горят и сияют, оставляет ли время для каких-то шалостей, хобби, каких-то еще разворотов жизненных? А вы знаете, мне кажется, что мне очень сильно повезло в жизни, что моя работа есть и все вместе. Это и хобби, и удовольствие, и работа, и самой жизни. Мне очень трудно разобраться, где заканчивается профессия и где начинается жизнь. Потому что они настолько связаны. Ну, так же все равно не бывает, Фаби, но вдруг вы думаете о чем-нибудь... Не бывает, честно. Другого? Нет, еще, скажем, ну, не знаю, там, в честь своей любимой команды сыграть на стадионе. Но эта идея была на Старом Петровске? Ну, идея есть и продолжается. Теперь мы, я недавно имею честь вам рассказывать, что презентовал свой проект перед министром культуры Российской Федерации. Честь открытия нового стадиона в Санкт-Петербурге, который до сих пор строится. Идея такова. Первое, что спровоцировало это, это концерт трех тенора, когда чемпионат мира случился, по-моему, в 1990-е годы, в Риме. Повороты, Доминго и Карерас, они давали впервые такой концерт. И тогда это потрясающая была вещь, потому что никто еще не связывал футбол и музыку, классическую музыку на стадионе. Параллельно существует такая арена Ди Верона. Это можно абсолютно сказать, 100% это самый престижный летний оперный фестиваль в мире. Это, как сказать, метрополитен, только на открытом воздухе. По престижу это абсолютно одинаково. Вот уже шесть лет, как я постоянно, каждый летом дирижирую в Арене Ди Верона, разные постановки, Роме Жюле, Гуно, Аида, Тоска, галоконцерты, в этом году Травята и так далее. И я давно мечтал о том, что в Санкт-Петербурге что-то такого. Я уже как-то свой эксперимент сделал в этом году. Это уже пятый фестиваль «Опера всем» называется в Санкт-Петербурге. Правда, скромнее по деньгам. Ну, четыре уже прошли фестивали, и мы показывали, по-моему, 14 постановки разные. То есть, «Жизнь за царя», «Золотой петушок», «Онегин», «Яланта», «Фауст», «Дон Жуан», «Турандот» — очень много. И в этом году князь Игорь, кстати, открою 12 июля, так что приглашаю бесплатно. Спасибо. А на стадионе самая русско-итальянская постановка, которая когда-либо была придумана. Дзефирелли и Владимир Викторович Васильев. Это вообще просто фантастика. Огромные декорации. Это в арене Деверон обычно показывают. Я в прошлом году дирижировал эти постановки. Васильев придумал хореографии не только балетов, которые внутри партитуры, они уже есть. То есть, это предусмотрено. Но Дзефирелли ему просил придумать хореографию всех движений. То есть, как люди ходят, певцы, хор, меманцы, все. Это все работает Васильева. Потрясающе. Так что это самая такая, нету такой постановки в мире. Вы представляете? Так что мне показалось, что вообще для открытия нового стадиона Аида, Арена Деверона, Санкт-Петербург, стадион новый, Васильев, Дзефирелли, лучше не придумать. В общем, Санкт-Петербургу повезло. Мы вам желаем на нашем новом стадионе однажды тоже оказаться с каким-нибудь невероятным проектом. Спасибо. А вообще, мужик футбол, Фабио Мастранджело, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.